Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Большинство горожан являются жильцами многоквартирных домов, а потому вопросы управления МКД касаются практически каждого из нас. Согласно действующему жилищному законодательству Российской Федерации, существует три способа управления многоквартирными домами. Управление собственниками помещений в МКД, управление ТСЖ, либо жилищным кооперативом, а также управление управляющей организацией. Отмечу, последний из перечисленных вариантов является наиболее распространенным. Какую же ответственность перед законом несут управляющие компании за нарушения в сфере благоустройства и управления домами? Как избежать проблем, возникающих при смене УК? Что делят эти организации между собой и могут ли собственники квартир контролировать их деятельность? Об этом пойдет речь в нашей программе. И наш консультант сегодня – заместитель прокурора Октябрьского района города Самары Артем Телегин. Здравствуйте, Артем Андреевич. Здравствуйте. Артем Андреевич, все-таки какими законодательными актами регламентируется деятельность управляющей компании? Здесь следует отметить, что перечень нормативно-правовых актов, регулирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства, он довольно обширен. Поэтому следует отметить несколько основных нормативно-правовых актов. Во-первых, это Жилищный кодекс Российской Федерации. Во-вторых, это из федерального законодательства постановление правительства номер 416 о порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. Также это постановление правительства номер 354 о порядке предоставления собственникам и пользователям жилых помещений коммунальных услуг. Также это постановление правительства номер 290 о минимальном перечне работы услуг, необходимых для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. И здесь следует отметить еще один факт, что деятельность по управлению многоквартирными домами является лицензируемой. Поэтому также к этому перечню нормативно-правовых актов следует отнести постановление правительства номер 1110. То есть лицензируемой непредпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Ну, солидный такой пакет. И кто хочет, всегда может ознакомиться с подробностями. Но у жильцов часто возникают все-таки споры и сомнения, и вопрос главный. Все-таки управляющая компания, она управляет или обслуживает? Вот каковы обязанности УК? Я думаю, здесь сразу следует отметить, что понятие обслуживания и понятие управления – это два разных направления. Обслуживание многоквартирным домом осуществляется при непосредственном управлении собственниками помещения многоквартирного дома с соответствующим заключением договоров на оказание услуг. То есть это какой-то минимальный перечень. Это содержание, ремонт общего имущества. При управлении многоквартирным домом здесь он, скажем так, более обширен. То есть это выполнение определенных стандартов, это создание благоприятных условий для собственников и пользователей жилых помещений для проживания, управления, содержания общим имуществом многоквартирного дома, предоставление коммунальных услуг и так далее. А вот какие меры принимает управляющая компания для более эффективного расходования энергии и снижения расходов на коммунальные услуги? Здесь основным и, пожалуй, единственным методом для эффективного расходования коммунальных услуг следует отнести установка как индивидуальных приборов учета, так и общедомовых. Поскольку это позволяет, скажем так, учитывать весь перечень коммунальных услуг, которые предоставляются как индивидуально собственникам, так и целиком для управления многоквартирным домом. А это право УК или обязанность? Это, скажем так, обязанность как управляющей компании по установке общедомовых приборов учета, так и обязанность собственников помещений, как жилых, так и нежилых, по установке индивидуальных приборов учета. А скажите, каким образом жильцы, сами жильцы могут контролировать деятельность управляющей организации? Во-первых, это отчет управляющей компании на ежегодно проводимом общем собрании собственников помещений, это обязанность управляющей компании в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, а также размещение этого отчета в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или, кратко, ГИС ЖКХ. Подробнее вот об этом расскажите. Здесь следует отметить, что управляющая компания в соответствии с требованиями действующего законодательства обязана размещать определенный перечень информации, который предусмотрен совместным приказом Минстроя и Минкомсвязи России, информацию в ГИС ЖКХ. Начиная от адреса дома, заканчивая перечнем коммунальных услуг, который предоставляется, в каком состоянии находится общее имущество, его износ, его, скажем так, состав, то есть от и до. А правление ТСЖ тоже должны выкладывать эту информацию в эту систему? Обязательно. Здесь не подразделяется, скажем так, обязанность по размещению этой информации, возложена как на управляющую компанию, так и на ТСЖ. То есть все, кто управляет данным домом, обязаны выкладывать эту информацию в систему? Без исключения. Если управляющая компания не сделала этого, какая ответственность предусмотрена? За это, во-первых, предусмотрена административная ответственность статьей 13.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусматривает ответственность как за неразмещение информации, за нарушение порядка и сроков размещения указанной информации, а также за размещение недостоверной информации, такое тоже случается, и санкции статьи предусматривает наказание от предупреждения до штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей. Если лицо повторно совершает в течение года указанное административное правонарушение, то за это предусмотрен уже штраф, исключительный штраф, его размер составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Уже более ощутимо. Совершенно верно. А на территории Октябрьского района сколько управляющих компаний осуществляет свою деятельность? И как вот они в этой сфере управляются? Ну тут, скажем так, обобщенную информацию могу сказать, что на территории Октябрьского района у нас расположено порядка 850 домов многоквартирных. Деятельность по управлению указанными домами осуществляет порядка 70 управляющих компаний, около 150 ТСЖ, и порядка 20 многоквартирных домов находятся в непосредственном управлении. То есть собственники сами управляют домом с заключением соответствующих договоров на обслуживание. В систему ГИС ЖКХ информацию оставляют? Есть факты, которые свидетельствуют о том, что должностные лица как управляющих компаний, так и товарищ собственников жилья допускают либо неразмещение, либо несвоевременное размещение указанной информации. У нас налажен обмен с госжилинспекцией Самарской области, которая, имея доступ к мониторингу государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, нам об этом сообщают. Соответственно, мы уже организовываем проведение проверок и при наличии оснований принимаем весь комплекс мер прокурорского реагирования. За нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как мы уже озвучили отчасти, предусмотрена разная форма ответственности. Здесь и административная, и дисциплинарная, и уголовная. Давайте на этом тоже немножко остановимся. За что наступает и когда административная дисциплинарная ответственность? Начнем с административной ответственности. Во-первых, административная ответственность наступает при совершении самой управляющей компании, ну то есть юридическим лицом, либо должностным лицом данной компании, право нарушения, ответственность за которую предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Привлекает к ответственности либо суд, либо уполномоченный на то орган. Как правило, это государственная жилищная инспекция. Если говорить о дисциплинарной ответственности, то здесь следует отметить, что к дисциплинарной ответственности привлекается исключительно должностное лицо. То есть это работник управляющей компании. И привлекается он руководителем управляющей компании. То есть к дисциплинарным наказаниям следует отнести это замечание, выговор, строгий выговор и вплоть до увольнения. Но данная мера ответственности предусмотрена исключительно Трудовым кодексом и применяется исключительно работодателем. А когда речь идет уже об уголовной ответственности? Речь об уголовной ответственности может идти лишь в том случае, если лицо совершает преступление, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Давайте вот на ваш район обратим внимание. Какие-то цифры, какая-то статистика существует? Часто такое происходит привлечение к уголовной ответственности управляющих компаний? Здесь следует отметить, что ежегодно нами фиксируются факты совершения преступлений со стороны должностных лиц управляющих компаний. Не могу сказать, что их большое количество, но оно имеет место быть ежегодно. Так, в этом году нами по материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела. Одно дело это по причинению имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации. То есть кратко это управляющая организация, денежные средства, которые предназначены исключительно для перечисления в адрес ресурсника. Поставщика. Поставщика, да. Умышленно перенаправляет эти денежные средства на другие цели. Таким образом поставщик оказывает услуги, денежные средства, которые положены ему перечисляться от граждан, не получает. Причиняется имущественный ущерб. И второе это подделка официального документа, это протокол общего собрания. Выявлялись факты, когда в государственную жилищную инспекцию поступал протокол общего собрания о смене управляющей компании. Нами по заявлению одного из собственников помещений была организована проверка, изучен данный протокол. Опрошены были собственники помещений, которые подтвердили, что... Не подписывали такого. Да, совершенно верно. Подписи в бюллетенях для голосования не ставили. При предоставлении на обозрение этого бюллетеня говорили, что подпись не моя. А вообще скажите, пожалуйста, какие нарушения в работе управляющей компании сигнализируют о том, что надо бы сменить управляющую компанию? В основном это один, наверное, единственный факт. Это ненадлежащее содержание общего имущества, на что в первую очередь и жалуются граждане. Это ненадлежащее содержание кровли, то есть кровля протекает. Особенно это актуально в осенние и весенние периоды, когда происходит либо таяние снега, либо обильные осадки. Во-вторых, это ненадлежащее содержание мест общего пользования, подъезды и так далее. В том числе проведение ремонтных работ внутри подъезда, да? Совершенно верно. И третье, это ненадлежащее содержание земельного участка, на котором расположен квартирный дом. Это наиболее актуально в зимний период, в период выпадения большого количества осадков. То есть у нас многократно фиксировались факты ненадлежащего содержания участков проездов придомовых. То есть снег не чистится, сосульки из крыши не сбивают. Совершенно верно. Ну понятно, ремонт в подъезде не делают. А и как добиться того, чтобы это все случилось? Мерами прокурорского реагирования исключительно. В этом году мы порядка 30 должностных лиц управляющих компаний ТСЖ привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание территории в зимний период. По результатам мер прокурорского реагирования удалось сдвинуть эту проблему с места. Люди, должностные лица этих управляющих компаний приняли меры, соответствующие для обеспечения безопасного прохождения как автомобилей, так и самих граждан к домам. Ну и жильцы, наверное, тоже могут что-то предпринять сами? Сами жильцы могут предпринять исключительно только если их управляющая компания не устраивает. То есть видят, что управляющая компания либо не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по управлению. Здесь только, полагаю, что здесь только смена управляющей компании. В октябрьском районе часто происходит такое, когда меняют жильцы управляющую компанию? Могу сказать, что такие факты имеют место быть, но они нечастые. Нечастые? Нечастые. Ну, видимо, нечастые и может быть и не только потому, что все хорошо там с управляющей организацией, а потому что это сопряжено с определенными проблемами проведения всех мероприятий, которые вокруг этого. Право поменять управляющую компанию принадлежит общему собранию, вы говорили уже про это, да? Какие сложности вот на этом этапе возникают? Инициации, собственно говоря, самого собрания и нарушений же там, возможно, проведения. Вы тоже контролируете эту сферу? Да, вы правильно отметили, что сложности у граждан возникают при как инициировании, так и при проведении общего собрания. Здесь следует обращать, скажем так, на процессуальное соблюдение проведения общего собрания. Порядок проведения общего собрания у нас регламентирован жилищным кодексом, а именно статьей 44, 45 и 46. То есть, в принципе, три статьи. Там подробно описан порядок проведения общего собрания. Во-первых, с инициативы проведения общего собрания может выйти исключительно только собственник. Но собственник одного из помещений, неважно, жилых или нежилых, с проведением указанного собрания он выходит путем размещения информации в местах общего пользования. То есть, как правило, это размещение объявлений на досках объявлений, на подъездах, на дверях подъездов и так далее. И это необходимо сделать за 10 дней до проведения самого собрания. Это очень важно. Потому что бывали случаи, когда не соблюдали этот срок, и по формальным основаниям... Но никто не приходит. Даже не то, что... Даже люди приходили, но затем те, кто был не согласен с решением собрания, обращались в суд с заявлением об отмене этого решения, и суд по указанному основанию может отменить это решение. Поэтому здесь важно соблюсти все сроки и порядок проведения. И затем следует также отметить, что у нас собрание может проводиться в трех формах. Это в порядке очного голосования, то есть присутствия граждан на самом собрании. В заочном голосовании это путем опроса, в том числе с использованием системы ГИС ЖКХ. И очно-заочно. И вопрос смены управляющих компаний необходимо соблюсти к воруму. То есть это то количество граждан, которое должно присутствовать и проголосовать на общем собрании. Так вот, при смене управляющих компаний этот вопрос должен быть решен путем голосования более 50% голосов от всех участвующих на собрании. Ну, очевидно, что при смене управляющих компаний затрагиваются интересы многих сторон. Тут и действующая управляющая компания, и новая управляющая компания, и, конечно, сами жильцы, да? Какая компания должна по закону продолжать обслуживать дом, пока еще документально все не случилось? Здесь ответ простой. Управление домом должна продолжать та управляющая компания, которая и продолжала управлять. То есть у нас, скажем так, порядок смены управляющих компаний установлен законодательством. В частности, смена управляющих компаний происходит с момента внесения сведений в реестр лицензий. Вот как будут несены сведения о том, что этим домом теперь управляет новая управляющая компания, с этого момента обязанности у старой управляющей компании прекращается, у новой управляющей компании возникает. А собственники квартир сами должны контролировать этот момент? Они должны отслеживать это? Как правило, об этом информируют и старая управляющая компания, и новая управляющая компания путем размещения информации на станке. Как правило, да. Но все-таки появляется иногда проблема двойных квитанций, да? Возможно, вот из-за этого она и появляется, потому что есть прошлая управляющая компания или нынешняя, есть будущая или уже вступающая в права, да? Как жильцы должны разобраться, по каким квитанциям они должны оплачивать свои счета? Ну, во-первых, следует... Вот реестр лицензий, вы сказали, во-первых, да? Там. Реестр лицензий, он имеет, скажем так, ограниченный доступ, то есть об этом информирует исключительно государственная жилищная инспекция, новую и предыдущую управляющую компанию. Здесь следует отметить тот факт, что управляющая компания выставляет платежные документы за оплату, да, за управление на квартирном доме и за предоставление коммунальных услуг, скажем так, постфактум. То есть оказав услуги и за прошедший месяц выставляет квитанции. Поэтому здесь не следует пугаться того момента, когда вроде бы домом управляет новая управляющая компания, а платежные документы приходят в том месяце, когда уже старая управляющая компания не управляет. Поэтому следует за тот месяц, где управляющая компания была старая оплатить и, соответственно, в следующем месяце уже будет выставлена платежная квитанция от новой управляющей компании. Если граждане сомневаются при факте возникновения двух квитанций, я рекомендую обращаться в ГИС ЖКХ с внесением сведений об адресе многоквартирного дома. Предоставляется информация в том числе о той управляющей компании, которая в настоящий момент осуществляет управление домом. Можно предположить, что у самих управляющих компаний, бывшей и настоящей или будущей, возникают какие-то интересы и споры между собой. Что они делят и могут делить, и как это затрагивает интерес собственников квартир? Как правило, управляющие компании, как предыдущие, так и новые, у них возникают споры относительно перечисления денежных средств от старой управляющей компании к новой, а также вопрос передачи технической документации на многоквартирный дом. Это также наиболее один из, скажем так, важных моментов. Как правило, эти вопросы решаются в судебном порядке между двумя хозяйствующими субъектами. Но правильно вы отметили, здесь затрагиваются интересы граждан, поскольку непосредственно их денежные средства стали предметом спора. В этом случае здесь гражданам следует обратиться в новую управляющую компанию с таким требованием, которая как представитель их интересов вправе обратиться в суд к предыдущей управляющей компании и, соответственно, эти денежные средства взыскать. А часто такие споры выходят в судебную плоскость? Ответить мне, как работнику прокуратуры, сложно, поскольку в данной категории дел прокуратура участия не принимает. Но, насколько известно, такие факты имеют место. А вот скажите, если действующая управляющая компания вступает в состояние банкротства, привлекается ли к субсидиарной ответственности ее директор? И если это так, имеет ли он право войти в состав новой управляющей компании, возможно, вновь созданной? В соответствии с требованиями действующего законодательства к субсидиарной ответственности может быть привлечено лицо в случае, если банкротство произошло по их вине. То есть в данном случае, как по заявлению арбитражного управляющего, так и по заявлению кредиторов, вправе привлечь к субсидиарной ответственности руководителя юридического лица. При этом следует отметить, что в случае банкротства юридического лица директор организации в течение последующих трех лет не вправе занимать должность руководителя. А в состав учредителя он может войти? В состав учредителя войти может, это законом не запрещено. Не запрещено. Это важный нюанс, потому что такие вопросы у собственников помещения возникают. Все-таки как осуществляется вот эти разрешения спорных ситуаций жильцов с управляющими компаниями? Куда они должны обращаться прежде всего? Ну вот, прямо скажем, в прокуратуру идти с жалобами. Я часто слышу, например, от своих соседей, надо идти в прокуратуру, надо идти в прокуратуру. Всегда ли эффективен именно этот путь? Этот путь эффективен, но здесь следует также обратить внимание, это и предусмотрено федеральному закону о прокуратуре, что при осуществлении назора органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. В каждом субъекте есть орган государственного жилищного надзора, в нашем случае это государственная жилищная инспекция Самарской области, которая исключительно осуществляет контроль и надзор за соблюдением управляющими компаниями требований жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому я рекомендую в первую очередь обращаться к гражданам в госжилинспекцию в случае, если не находят там понимания, поддержки, в этом случае необходимо уже обращаться в прокуратуру, для того, чтобы органы прокуратуры дали оценку как действием госжилинспекции, так и действием управляющей компании. В прокуратуру Октябрьского района часто жалуются жильцы? По вопросам жилищно-коммунального хозяйства могу сказать, что входят в тройку сфер обращений. Топовые обращения? Топовые, да, совершенно верно. А на что в основном жалуются? Основная проблема – это нележащее состояние содержания общего имущества, это протекание кровли, это… Ну это вот то, о чем вы как раз говорили. Совершенно верно, да. То есть это основные проблемы. Нередко бывают обращения по вопросу законности начисления платы за те или иные виды коммунальных услуг, вопросы тарифного регулирования. То есть достаточно большой перечень вопросов, с которыми граждане обращаются к нам. Ну и последний, завершающий вопрос я хочу вам задать. Все-таки что вы можете порекомендовать собственникам квартир и других помещений в МКД, которые намерены поменять управляющую компанию с тем, чтобы обезопасить себя на будущее, чтобы избежать всех тех проблем, о которых мы сегодня говорили при смене УК? Здесь исключительно следует руководствоваться требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, как я уже ранее говорил. Это статья 44, 45 и 46. В них подробно описан, скажем так, алгоритм действий при проведении и инициировании общего собрания. Вот эти требования необходимо соблюсти. Если эти требования будут соблюдены, и, скажем так, гарантирована смена управляющей компании по инициативе самих собственников помещений. И проблем не должно возникнуть? Не должно возникнуть. Ну а если что, прокуратура помешается и поможет? В том числе. Наше эфирное время подошло к концу. Артем Андреевич, я благодарю вас за консультацию. Напомню, сегодня нашим гостем был заместитель прокурора Октябрьского района города Самары Артем Телегин. И я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова